Хей-хей-хей! Как меня слышно? Всем привет! На связи дядюшка Алишоу, и в сегодняшнем выпуске мы с вами будем изучать математику за 9 класс. Шучу-шучу, не беспокойтесь. Конечно же, я пришел сюда с очередной подборкой 20 невероятных и крутых вещей, которые можно найти на просторах Алиэкспресс. Ведь именно их вы так сильно ждали, верно? И как я могу отказать своим зрителям? Ну а перед просмотром напомню про конкурс в конце видео на смартфон Samsung Galaxy A11, который любой из вас может выиграть абсолютно бесплатно. Не будем затягивать и начинаем! Долой обычные скучные блютуз-колонки! Теперь тусовки мы с вами разбавляем не только крутой подборкой музыки, но и просто нереальным внешним видом колонки. Удивить друзей легко. Добавить еще больше атмосферы для домашней техно-вечеринки с киберпанк-атмосферой проще простого. Я действительно в восторге от ее внешнего вида. Благодаря своим трем ногам эта колонка напоминает какого-то злобного робота, который объединится со множеством своих собратьев и под руководством такого же злобного ученого завоюет мир. Только завоюет с помощью музыки. Да, такой расклад апокалипсисом неопределенно нравится. Главное, чтобы плейлист был составлен со вкусом. Чехол зачастую является атрибутом защиты какой-либо вещи, к примеру, телефона или сидения на машине. Но явно не в этом случае. Нет, я думаю, что этот чехол для жестяной банки в виде Кока-Колы может выполнить и функцию защиты, но главное его преимущество в другом. Вам достаточно просто надеть этот чехол, скажем, на банку пива и практически беспалевно пронести ее на матч по футболу. Ведь издалека даже и не отличить, где настоящая кола, а где фейк, обернутый в этот специальный чехол. Обладателя следующей вещи я бы не рискнул попросить подать зубочистку, потому что это самое настоящее маленькое оружие. Только вместо картечи у него настоящие зубочистки. Подойдут ли обычные, которые стоят у вас на кухне в качестве снарядов, я не уверен. Те, что необходимы для этого ружья, явно чуть больше и толще. Но, тем не менее, с основной своей функцией справятся отлично. А вот мощность ружья, на мой взгляд, для такого механизма слабовата. После нажатия на спусковой крючок зубочистка пробивает пенопласт или яблоко совсем не глубоко. А эта маленькая красная штучка, чем-то больше похожая на флешку, на самом деле инфракрасный модуль для вашего телефона. Но сразу хочу предупредить, что подойдет далеко не каждому телефону, а к тем, у кого поддерживается USB Type-C. Хотя при большом желании, мне кажется, и переходник тоже можно использовать. Работает модуль достаточно просто. Необходимо вставить устройство в разъем и установить необходимое приложение. Покопаться в настройках и вуаля! Ваш телефон теперь может работать с инфракрасным излучением. А сам модуль можно носить с собой в качестве брелока на ключах. А это милашка на четырех колесах Luna. Да, так зовут этого милого робота-собаку. Робо-игрушки с каждым разом выходят на новый уровень. Если буквально еще пять или семь лет назад игрушечные роботы могли разве что издавать стандартный набор звуков, да ездить туда-сюда, управляемые специальным пультом, то теперь они ведут себя как полноценные питомцы. Это просто невероятно! Luna будет ходить за вами хвостиком, играться с мечом и даже позволит себя погладить. Отличная замена настоящему животному. И с роботизированным гораздо проще в уходе и в игре. Вот вам идея для подарка человеку, который фанатеет по играм на PlayStation. То, что можно сначала принять за обычный джойстик, на самом деле часы и будильник. А ведь на первый взгляд даже и не отличить. Все выглядит очень реалистично, кнопки и контроллеры. И даже специальная подставка, чтобы часы не просто лежали, а показывали время, выглядит как подставка для джойстика. Такие часы очень здорово впишутся в интерьер и не только среди множества дисков с играми, но и на обычном рабочем столе. Будут настраивать на грядущий отдых и отличное времяпрепровождение. Добавляем драйва и без того драйвовому времяпрепровождению. И на очереди у нас подводный скутер. Если увлекаетесь подводным плаванием и дайвингом, то это устройство определенно внесет что-то новое в ваше увлечение. Благодаря ему можно исследовать пространство под водой со скоростью, которая уже не зависит от вас самих. Достаточно будет схватиться за скутер и направлять его туда, куда вам нужно. Вообще такое устройство у меня прочно ассоциируется с какими-нибудь приключенческими фильмами. Я прям-таки вижу, как герои погружаются под воду с такими скутерами и проплывают в поисках затерянных сокровищ. Отличная деталь для костюма по мотивам Звездных войн, без которой, к слову, образ-то и не будет завершен световой меч. Конкретно эта модель выглядит очень даже неплохо. Ее мощности хватит, чтобы осветить небольшое пространство. Радует также и звуковое сопровождение, которое звучит вполне себе реалистично. Ну и, конечно же, самое крутое – меч реагирует на движения и рывки. Стоит им замахнуться, и он издаст характерный звук, и даже сменит цвет с голубого на оранжевый. Так что можно смело надевать джедайский костюм и идти покорять силу с таким мечом. А по этой игрушке можно сразу сказать – не судите по внешнему виду. Да и хотя на первый взгляд она выглядит как просто набор тонких колец, это на самом деле вполне себе залипательная вещичка, которая увлечет вас и вашего ребенка на какое-то время. Она сконструирована таким образом, что стоит попытаться надеть эти кольца на руку, как игрушка сразу же приобретет совершенно другую форму и плавно покатится по руке небольшим плотным шаром. Так ее можно перекатывать с руки на руку. Материал на ощупь вполне себе приятный и качественный, и игрушка будет ощущаться на руках просто легким щекотным дуновением. Кто-то решил объединить конструктор, мозаику и светильник вместе и получил вот такую интересную вещь. Это у нас светильник, который можно складывать абсолютно в любые формы, как конструктор. Каждая деталь светильника – шестиугольник, и у каждой грани есть специальный разъем для коннекта их между собой. В комплекте также идет пульт и специальные соединители, больше похожие на флешки, с помощью которых и произойдет магия. Выглядит супер стильно и минималистично. Да и не наскучит в интерьере уж точно, ведь можно в любой момент будет снять светильник со стены, собрать любую пришедшую в голову конструкцию и повесить обратно. У светильника также много разных режимов и цветов, которые дополнительно придадут интересные изюминки интерьеру. Вот такое устройство, больше похожее на летающую тарелку, на самом деле забавная вещица для создания 3D-голограмм. К сожалению, не в привычном нам понимании, в виде неоновых фигур, но тоже вполне себе неплохая. А вся магия здесь кроется в игре света и зеркал. Вы кладете под крышку какой-либо небольшой предмет, и зеркала искажают ее так, что она действительно выглядит словно 3D-голограмма. Кажется, стоит поднести руку к игрушке, которую вы спрятали, и вы сразу же прикоснетесь к ней. Но пальцы встречаются лишь со стеклом и лучами света. И скорее всего, вживую выглядит эта штука гораздо и гораздо круче, чем на камеру. А вот вам отличный костюм для случая, когда нужно впечатлить кого-то своей мускулистой фигурой, но времени пойти и записаться в зал нету. Особенно, если этот мускулистый костюм спрятать под одежду, то на внешний вид даже и не отличить от настоящих мышц. Да и вблизи этот костюм выполнен неплохо, и цвет, и фактура выглядят достаточно реалистично. Главное, чтобы цвет вашей натуральной кожи как можно лучше подошел под этот костюм. Ну и немаловажно, прикидываясь качком, не спешить влезать в драку или тягать большие веса. Мне кажется, что и сам Тор оценил бы эту открывашку для бутылок в виде Мьёльнира. А уж фанаты знаменитой кинофраншизы точно. Ведь здорово иногда кружить себя обыденными вещами, которые бы напоминали о любимом персонаже. Причем конкретно эта открывашка-молот кажется гораздо более практичной, чем выглядит на первый взгляд. Она достаточно компактная, чтобы сложить ее в карман. Крышки на бутылках открывает на ура. Да и к тому же достаточно увесистая, чтобы, к примеру, расколоть ей орешки, которыми вы запаслись к пиву. А следующий на очереди конструктор явно не для детей. Выглядит он достаточно сложным и на сборку уйдет явно много сил и времени. Так что эта вещь больше хороший способ медитативно провести время и для кого-то постарше. Если вы, конечно же, достаточно усидчивы, чтобы возиться с конструкторами. А в итоге у нас получается вот такой интересный механизм со стрекозой внутри. Выглядит ну просто невероятно. Стрекоза может плавно махать крыльями, да и вся конструкция выглядит очень красиво и словно отсылает нас к каким-то мотивам стимпанка. Теперь назойливая губка может поколесить по вашему домашнему ковру на машине в виде крабсбургера. Да, это не совсем каноничная машина Спанч Боба из оригинального мультика, но мне кажется, она очень ему подходит. Ведь Боб у нас очень любит красть и крабс, верно? Остается загадкой лишь одна вещь. Кто же все-таки выдал Спанч Бобу водительские права, чтобы иметь возможность так лихо разъезжать на своей тачке? Или, быть может, машина на пульте управления и не считается? Ведь водитель все-таки вы, а не он. Кому нужны классические скучные беспроводные зарядки, когда можно обзавестись вот таким кругом для магических ритуалов? Воспользовавшись такой зарядкой, даже и не знаешь, а не призовешь ли ты кого-нибудь случайно, когда захочешь добавить своему телефону немного энергии? Работает она очень просто. Подключаете к заряду питания и кладете свое устройство в самый центр. Когда зарядка сконнектится с вашим устройством, то начнет постепенно зажигать все свои символы и линии. И когда заклинание будет завершено, начнется и зарядка. А сама подсветка потухнет спустя какое-то время. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A11. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Данил Молчано. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok